Приветствую вас! Вы знаете, ну первое, что хочется сказать, наверное, то, что вы как-то вот такие термины выбрали для описания истории вашей, что мне, если честно, не стало, совсем не стало понятнее, что происходит с вашим сыном. То есть то, что он исследует свое тело, это я понял. То есть это действительно абсолютно нормально, вот, то, что он исследует свое тело, вот. Если он как-то причиняет себе боль, например, если он как-то причиняет себе боль, вот это, конечно, не нормально, если он именно боль попытается причинить своими действиями, это, конечно, не нормально, если он именно, вот, как-то, ну, какую-то вот, какую-то болезненность, да, ну, генерирует какую-то болезненность, вот. Так что, ну, вот, как-то вот мне кажется, что этот момент нужно исследовать в первую очередь. Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Когда говорит, что он делает то, что делает, нам еще гадать здесь не хочется. Совершенно, это очень, очень, такая деликатная, деликатная история, и наблюдить здесь можно очень, очень просто. Вот, это первое. А второе, значит, то, что касается реакции, здесь мне, ну, как бы, тоже хочется, тоже хочется, как-то раскрыть этот момент, потому что, вот, что вы, вы говорите, например, вы говорите, что, ну, значит, что мне делать? У нас, у нас, у нас только девочки, вот, у нас все девочки, вот, теперь у меня два мальчика, что делать, да? То есть, вас это, ну, вас это вводит в какое-то, ну, стеснение от того, что происходит, или что? То есть, как вы реагируете на это? То есть, по факту? По факту. И вам, и кому-либо еще, да? Ну, нужно просто, на мой взгляд, как-то, вот, признать, что, ну, что, то, что происходит, вот, то, что происходит, это нормально, абсолютно, и ребенок, он, если, если на этом не акцентировать внимание, да, ребенок просто будет, ну, как бы, ребенок пройдет отстать, вот, если это, если это просто прикосновение и исследование в поле тела. Другой вопрос, что нужно, как бы, объяснять, да, что при, допустим, чужих людях, да, этого делать, ну, не стоит. То есть, не, 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 самое все равно, другие люди могут, как-то, ну, понятно, не так совсем. А с другой стороны, если здесь, эм, какая-то акцентуация, да, на части тела, то, любая акцентуация, как раз таки, эм, является некой такой, ну, не аномалией прямо, конечно, не аномалией прямо, но является, эм, небольшим, небольшим, небольшим отклонением, эм, вот. Поэтому, мне кажется, что, вот, то, что вы говорите, что он, допустим, ну, потеет, вот, как вы говорите, то это, конечно, эм, свидетельствует, ну, возможно, о, наличии, наличии, эм, проблем, у него, эм, вот, у ребенка, я имею ввиду. Но, в таком случае, нужно исследовать, эм, в той или иной степени, эм, уже отношения в вашей семье, если происходит какая-то, именно, акцентуация, на, вот, эм, ну, на тех или иных частях тела, да, как бы, ребенку. Ребенком, точнее, ребенком. Вот. Мне видится, эта история, мне видится, вот, такой, наверное, и, соответственно, я думаю, что, примерно, в таком ключе можно вам ответить, здесь, на вопросы, которые вы задаете. Еще раз повторяю, эм, я не очень, эм, я не очень понял, эм, вот, те, эм, ну, вот, те термины, которые вы использовали для обозначения проблемы. Вот. То есть, было бы здорово, если бы вы, как-то, вот, ну, несколько, более, недобробно, а, понятно, яснее описали, что делает ваш ребенок, и, соответственно, вот. Это такой момент. Следующий момент заключается в том, что отец, э, отец, и, э, большее взаимодействие с отцом, э, как раз таки, поможет, э, ребенку, потому, что отец, э, это, э, ну, тот, на кого ребенок будет равняться, тот, с кого, э, тот с поведением, с которого ребенок будет считывать. Вот. Поэтому, на мой взгляд, э, идеально было бы, если бы, вот, он, как раз, э, как раз, э, с отцом, э, э, ну, вот, взаимодействовал несколько лучше, да, идеально было бы, если бы он, э, со своим отцом, как-то, вот, обсуждал или невербально взаимодействовал. Э, 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 относительно того, о чем вы пишете, потому что, ну, вам, как женщине, достаточно сложно, э, в этом контексте, э, своего сына, э, э, дать адекватную обратную связь. И, на самом деле, никто, э, вас, э, никто, э, от нас этого не требует. На самом деле, и никто не должен от вас требовать. Вот, то есть, тут больше, именно, взаимодействия с папой нужно, и, больше привлекать, именно, вот, наверное, отца к, э, ну, к взаимодействию с, э, ребенком. Вот, мне кажется, это, пойдет ребенку только на пользу. Э, вот, такие рекомендации, в целом, можно дать, э, вам, я надеюсь, что, что это было полезно. Я надеюсь, что вы, для себя, что-то, э, увеличете, вы для себя что-то возьмете. Э, вот, э, что касается, отношения, э, к этому, то его, нужно исследовать несколько более подробно. Почему она у вас, именно, именно такое, ну, то есть, вот, откуда, вот, неловкость, с чем она связана. Вот, это, в данном случае, на мой взгляд, является, ограничивающим фактором, вот. И, бабочка, соответственно, тоже может, как-то, влиять на ребенка. То есть, тут нужно очень, вот, досконально исследовать все взаимодействия родных людей, чтобы понять, э, нет ли, какого-то, э, внешнего аспекта, влияющего на, э, на вашего, э, сына. Вот, э, э, такой ответ. Э, я надеюсь, что вам это было полезно. Э, э, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку качества лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok